МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Судебные приставы работают сообща. Результаты деятельности рассказали сегодня работники областных управлений. Почему так много? Жители в горроще недовольны резко возросшими цифрами в квитанциях за оплату коммунальных услуг. Ну а теперь обо всем подробнее. Сегодня в здании регионального управления налоговой службы прошла совместная пресс-конференция рязанских налоговиков и судебных приставов. Сотрудники ведомств сообщили о резко возросших показателях благодаря такому тесному взаимодействию. Побывала в гостях у налоговиков Оксана Тебенихина. В региональном управлении налоговой службы состоялась пресс-конференция с участием представителей ведомства и судебных приставов. Затронули вопросы по взаимодействию двух структур. В первую очередь участники конференции обсудили тему, касающуюся мер по взысканию задолженности по налогам с физлиц, а также затронули результаты взаимодействия налоговиков и приставов в минувшем году и поделились планами на год текущий. Итак, по состоянию на 1 января 2015 года поступления налоговых платежей в консолидированный бюджет Рязанской области увеличились на 111,5% по имущественным налогам, составив 6 миллиардов 300 миллионов рублей, из которых порядка 19% приходится на налоговые обязательства физических лиц, и на 107,7% по налогу на доходы физических лиц, составив 14 миллиардов 85 миллионов рублей. Различные совершенно меры одновременно с этим используются, касающиеся предвидительного взыскания налоговых долгов. Я, наверное, расскажу таких о самых, что называется, резонансных. Ну, например, в прошлом году подразделение управления службы судебных приставов исполнителями налоговых органов было направлено порядка 2,5 тысяч ходатайств об ограничении права гражданина Российской Федерации на перемещение через территорию нашей страны. Речь идет о налоговых долгах, которые физические лица не заплатили. В ходе исполнительных действий, взаимодействия со службой судебных приставов в прошлом году было погашено налоговых долгов физических лиц на сумму более 222 миллионов рублей, что больше уровня 2013 года на 32-32 процента, или в абсолютных цифрах порядка 54 миллионов рублей. Есть такая действенная мера, и она уже, как говорится, показывает себя и в январе с результатами. Это списание денежных средств, находящихся на расчетных счетах должников. Хотела бы обратиться к должникам и предупредить, что не надо игнорировать уведомления, которые приходят вам с налогов, потому что дальнейшая процедура пойдет через службу судебных приставов, и вам придется заплатить не только те долги, которые у вас образовались по налоговым платежам, но и еще исполнительский сбор, который является штрафной санкцией, которая уже применяется только при принудительном исполнении. В этом году, я думаю, мы наше взаимодействие продолжим, наши совместные рейды на местах скопления, как говорится, массовых скоплений граждан, и через банк данных будем дальше рассказывать о наших нововведениях, которые будут иметь место в этом году, для того, чтобы долги своевременно гасились. Вторым вопросом, озвученным на конференции, стало проведение декларационной кампании 2015 года по предоставлению физическими лицами декларации о доходах по форме 3НДФЛ. Представители налоговой службы перечислили список граждан, которые обязаны предоставить необходимую отчетность. Она проводится, эта декларационная кампания, в ежегодном режиме, и речь идет о физических лицах, которые получили налогооблагаемые доходы за 2014 год, в отношении которых не был удержан налог на доходы физических лиц. Эти лица обязаны представить налоговые органы, налоговую декларацию по форме 3НДФЛ. Такую обязанность необходимо реализовать до 30 апреля 2015 года. В первую очередь речь идет о физических лицах, которые получили доходы от продажи объектов недвижимого имущества периодом владения менее 3 лет. Владели квартирой менее 3 лет, продали квартиру, получили доход, необходимо с этой суммой дохода уплатить НДФЛ. Ставка налога составляет 13%. Также речь идет о реализации объектов имущества периодом владения менее 3 лет, являющихся транспортными средствами. Также это доходы от всевозможных выигрышей, участия в лотереях, по возмездным договорам, в частности по договорам аренды, когда собственная квартира сдает в аренду квартиру, в течение года получает соответствующий доход в виде арендной платы. Этот доход также подлежит налогообложению по ставке 13%. Сейчас налоговыми органами ведется информационная кампания для владельцев налогооблагаемого имущества в Рязанской области «Узнай и заяви налоговую льготу». Речь идет об имущественных налогах физических лиц, которые будут рассчитаны в 2015 году за период владения налогооблагаемыми объектами, транспортом, объектом капитального строительства, земельным участком в 2014 году. Вот всего у нас налоговыми льготами пользуются на территории Рязанской области по земельному налогу порядка 36 тысяч физических лиц, по транспортному налогу порядка 62 тысяч физических лиц, и по налогу на имущество физических лиц более 260 тысяч граждан. В рамках проводимой акции жители региона смогут получить подробную информацию о том, какая категория граждан может претендовать на получение льгот по тому или иному имущественному налогу и о порядке их предоставления. Заявление необходимо подать до 1 апреля текущего года. Что касается взыскания задолженности, то, как считают судебные приставы, одна из самых действенных мер – это арест имущества должников. Отчеты впечатляют. Рязанские судебные приставы арестовали имущество у должников на сумму свыше 650 миллионов рублей, а это почти 2500 арестов. Надо отметить, что арест имущества – мера принудительная, и накладывается она лишь в случае несвоевременной оплаты задолженности. Больше всего у должников арестовывали бытовую технику – чуть менее популярные автомобили. Кроме того, арест накладывали и на 139 квартир. Зачастую должники сразу гасят свои задолженности, и арест снимается. Однако так поступают не все. В результате имущество передают на реализацию в территориальное управление Росимущества. В некоторых случаях должники сами могут продать свое имущество, а вырученными деньгами погасить задолженность. Такое возможно, если его стоимость не превышает 30 тысяч рублей. Арестовывают имущество не только судебные приставы, но и рязанские полицейские. Правоохранители также отчитались о проделанной работе по уничтожению нелегальных казино. В Рязанской области продолжается борьба с незаконной игорной деятельностью. К сожалению, желающие просадить свои деньги за покерным столом, либо скормить их однорукому бандиту в регионе по-прежнему находятся. Так, в прошлом году рязанские полицейские выявили и пресекли более 2,5 сотен случаев организации и проведения нелегальной азартной деятельности. Оперативники изъяли почти 2000 единиц игрового оборудования, 7 рулеток и 55 покерных столов. И в новом 2015 году уже выявлено 5 подпольных казино. Изъято из этих заведений 70 различных приспособлений для отъема денег у честных и азартных игроков. И не снижают оборотов рязанские полицейские в отношении изъятия нелицензированных алкогольных напитков. Очередной рейд увенчался успехом. Из незаконного оборота выявили почти 130 литров спиртного. Сотрудниками полиции за минувшие сутки в ходе рейдов было выявлено и пресечено 8 нарушений в сфере реализации алкогольной продукции. Проверки проводились в Рязани, Сасово и в Сараевском районе, где полицейскими было изъято 128 литров спиртного. В самой же Рязани нарушения были выявлены сразу в нескольких торговых точках города. С целью наживы магазины не брезговали продавать алкоголь в нарушении законодательства после 10 вечера. Сегодня в ходе проведения профилактических мероприятий в данном магазине был выявлен факт реализации алкогольной продукции после 22 часов, что нарушает требования закона Рязанской области, федерального закона номер 171 о государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции. В отношении должностного лица будет составлен административный протокол по части 3 статьи 14.16 Кодекса административных правонарушений и вынесено законы обоснованное решение с последующим наложением штрафа и изъятием реализуемой алкогольной продукции из незаконного оборота. Также хотелось бы отметить, что предприниматели и организации, нарушающие закон в погоне за выгодой при продаже алкоголя в ночное время, не останутся безнаказанными, так как сотрудниками полиции данные мероприятия и ночные рейды проводятся на постоянной основе. А рязанские дорожные полицейские сообщают подробности лобовой автоварии, произошедшей накануне вечером на улице Ленина. Практически ежедневно сотрудники региональной госавтоинспекции сообщают о страшных дорожных происшествиях. Вот и 4 февраля произошло сразу два крупных ДТП. В ночь на вторник в Шиловском районе на 274-м километре трассы Москва-Щелябинск 33-летний житель Воронежской области, управляя автомобилем «Опель Астра», двигаясь в направлении столицы, сбил насмерть мужчину, который шел непосредственно по проезжей части. Совершил наезд на пешехода, личность которого в настоящий момент не установлена. Мужчина находился на проезжей части без цели ее перехода в непосредственной близости от нерегулированного пешеходного перехода. От полученных травм он скончался на месте ДТП. Просьба ко всем, кто может что-либо сообщить о личности погибшего, позвонить в дежурную часть 2-й отдельной роты ДПС ГИПТД, которая дислоцируется в поселке Шилово, по телефону. Код 49136, телефон 21736. Вечером того же дня в Рязани на улице Ленина напротив кинотеатра «Родина» произошло лобовое столкновение автомобилей «Форд Фокус» и «Лада 10-й модели». Со слов водителя иномарки, его автомобиль вынесло на полосу встречного движения, так как он применил экстренное торможение перед внезапно затормозившим автомобилем, следующим впереди него. В результате происшествия серьезные травмы получили 6 человек. Оба водителя и 4 пассажира десятки. Обстоятельства аварии выясняются. А теперь к проблемам горожан. К нам в редакцию обратились жители многоквартирного дома по улице Щерса, 35, корпус 1. С просьбой разобраться в непомерных поборах со стороны местной управляющей компании. Общалась с жильцами Алена Куколева. Жители многоквартирного дома по адресу улица Щерса, дом 35, корпус 1, что в Гороще, жалуются на внезапную и резко подражавшую горячую воду. По данным счетов видно, что еще в конце лета прошлого года цены по оплате вполне адекватны. Но начиная с октября месяца и по сегодняшний февраль, стоимость горячей воды возросла даже не в разы, а в геометрической прогрессии. За январь жильцы счета уже просто не оплачивают. Сумма дошла почти до 4 тысяч рублей. Что странно, такая картина наблюдается только в одном доме по улице Щерса. Мы собрались из-за того, что нам, не объясняя ничего, ОДН, горячая вода, мы оплачиваем очень большие суммы. В среднем это, если выйдет, примерно тысячи полторы с квартир, а то и больше даже. Две тысячи. Это сколько надо вылить горячей воды, чтобы платить такую сумму. В теплосети, там, значит, говорят, это потому, что у людей не стоят счетчики, потому что, говорят, расходуют много воды, а может где-нибудь вода в подвале льется. И никто ничего толком, то есть помощи никакой, ниоткуда. А в подвале сухо. Есть формула, по которой рассчитываются общие домовые начисления. Эти общие домовые начисления не могут превышать определенную сумму на каждую квартиру. Эта сумма превышена в десятки раз. По словам жильцов, бить тревогу и защищать свои кошельки от неадекватных расценок они начали еще в декабре. Писали письма и обращались в свою управляющую компанию, теплосеть, водоканал, администрацию города. Кто должен за это отвечать-то? Откуда они берут такую сумму-то? Водоканал, я вот лично звонила в водоканал, мне сказали, ходите, проверяйте, кто тут, сколько прописан, у кого, кто прописан, у кого квартиранты живут. Ну не наш один дом в Рязани. Мы-то не должны ходить. Не наш один дом в Рязани такой, понимаете, ведь ни у кого такое безобразие нет, как у нас. Кубы, они нам не выставляют, они нам ставят только сумму. Только сумму. И каждый месяц больше и больше и больше. Было бы объяснение хотя бы, объяснили товарищи, такая и такая ситуация в вашем доме. Но ничего же никто не говорит. Просто негласно вот так взяли и в карман залезли к каждому из нас. Мы обращались в те пять домов, которые рядом с нами стоят. У них такого нет. Такое ощущение, что все начисления по утечке воды, по отоплению подъездов, по уличному освещению ложатся только на один наш дом. Пока что можно сказать с абсолютной уверенностью, что жильцы настроены решительно. И будут добиваться своей правоты вплоть до судебных разбирательств. Мы будем следить за борьбой жителей дома по улице Щерса с их управляющей компанией. И напоминаем, что телефон информационной редакции телекомпании «Город» 720020 и 720021. Если у вас возникают какие-либо житейские проблемы, неудобства, либо вы стали свидетелем происшествия, ну и хотите поделиться своей историей со зрителями, то звоните нам, и авторы программы «Время говорит» постараются помочь. Ждем ваших телефонных звонков. Далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии будет депутат Государственной Дома Николай Булаев. И речь в беседе пойдет о правительственном антикризисном плане. А на сегодня это все, и до встречи в эфире.